друзья привет мы на стримфесте сейчас берем первое интервью и не могли как бы не уловить возможности взять интервью первое у хозяина пека тв вы его прекрасно знаете это адоль руслан чем ты тут занимаешься почему ты не на стенде вроде говорили что ты будешь тоже среди стримеров и у тебя ну то есть люди к тебе тоже придут и будет общаться а ты один ходишь толпе и такой легко доступно случайно мне показалось что поприкольнее все-таки ходить и стримить потому что многие стримы со стендов показать людей мы с тобой случайно встретились еще с кем-то встретимся это классно а сидеть на стенде не знаю кто хочет тут наверное в москве может со мной так встретиться там написать и подобие но в кэфси я тебя угощая и все дело отлично то есть ты вот так сказать против толпы паперы и тебе нравится в общем-то такой движение ерунду говорю просто как сказать тоже видишь много всего и как бы тут хочется сразу обо всем поговорить и хочется поговорить о твоем ресурсе который там перезапустился до совсем недавно как у вас дела как поживаете говорят вы у вас не было раньше там новостей статей вы отказались от этого сейчас наоборот начинаете делать упор на текстовые материалы это так ну да 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 ну почему так ну как бы сейчас все на видос переходят а вы на текст блин ну в текстах есть очень много классного чего нет видео я просто смотрю есть допустим это видео 10 минут ты рассчитываешь время и ты думаешь вот если бы его просмотреть как-то быстрее вот эту информацию коротко то что я могу читать быстро а видео смотреть быстро но не получится поэтому мне плюс в тексте можно многие вещи такие передать как с которыми видео не справится сам пишешь сейчас или только читаешь своих пишу пишу я последний написал как раз таки блок посвященный анонимности в интернете да даже больше не этому там нашему поколению которая когда-то приходила в интернет уже возрасте там 16 18 20 лет и как мы это воспринимали чем для нас это было а чтобы написать статью вынашивать материал наверно нужно ну как минимум там неделю-две наверное думать о нем там что-то собирать да чтобы сделать видос нужно ну съесть и сделать его то есть ты пошел опять по сложному пути почему у тебя какой-то кризис среднего возраста что ты сейчас наоборот нелегких путей ищешь а какие-то тяжелых не ну видосы мы тоже сделаем у нас подкаст там сегодня выходит трое у костра например но мне кажется надо по разным направлениям двигаться стримы видео тексты по поводу сложности но какие-то блоги статьи не требуют слишком больших усилий над какими то нужно поработать с видео такая же история то есть иногда просто снял сказал где-то тебе нужно вложиться очень сильно ты все время в эфире делаешь необычные вещи я говорю как совершенно сторонний наблюдатель потому что я ну довольно редко там захожу читаю смотрю и вот то что я вижу периодически ну то есть я как обычный так сказать казуальный зритель который там недавно попал на пик а тв можно сказать да и вот у меня такое впечатление сложилось что у тебя желание делать что-то яркое эпатирующее скандальное неожиданное это у тебя само собой получается или это у тебя образ такой вот как у карины слушай но это наверное предыдущей версии больше пика 2 тв относилась когда там насчет гудгейма были всякие цепляющие статьи и так далее сейчас у нас но нет такого упора на то чтобы покусывать кого-то и так далее хотелось немножко внести остринку живинку ну знаешь просто перца насыпать в блюдо может быть мы с этим через чур переборщили и нужно поменьше ну я думаю мы найдем свою золотую середину я не думаю что это образ у меня отношение было в прошлом году чересчур критичное к тому что происходит вокруг я слишком много видел недостатков и слишком мало видел недостатков себе сейчас у меня наверное чуть более взвешенная позиция то то есть критикует тогда когда люди это просят если человек придете скажет там руслан как ты думаешь что я делаю не так я наверное ему скажу могу мягко там высказаться насчет того что мне кажется неправильным но прям братья кого-то засирать мне больше не хочется этим заниматься честно говоря я более позитивное русло сейчас перешел у вас сейчас вот получается у тебя свой набор там редакторов стримеров и так далее насколько он уменьшился или увеличился после перезапуска пеки слушай но какого-то набора прям нет то есть непосредственно пека 2 тв там у нас даже сейчас по моему редактора ни одного нет я выполняю роль редактора враг пишет новости там он что-то редактирует вот а основной контент сейчас производят те люди кому портал кто неравнодушен остался к порталу которые остались несмотря ни на что и вот продолжают делать стримы писать блоги вкладывать свою частичку меда это общее дело я думаю поддерживая таких людей собирая вокруг первую очередь даже не деньгами которых сейчас особо нет а именно вниманием к их деятельности это очень важно чтобы ты что-то делал не в пустоту что кто-то зашел и там дал отзыв что ты делаешь что не так и так далее пусть этих людей немного но зато они золотые в прошлом году еще была помню критика такая ярая в адрес стримфеста может быть это был просто троллинг как для меня мне показалось что это был троллинг какой в адрес организаторов или я не знаю а может быть действительно серьезная критика и вы как бы сказать что тут ничего интересного не было там и так далее ну разное было сейчас вот ты поменял свое мнение как-то тебе понравилось здесь или ты еще пока присматриваешься и потом выдашь свою точку зрения послушай она стримфест еще не закончился и более того насколько я понимаю в 22 00 будет некая тайная часть стримфеста но вот после нее уже будем делать какие-то выводы но в любом случае я не думаю что эти выводы будут какими-то скандальными или жесткими организовать такое мероприятие это очень сложно я да я просто представляю какая куча всего перелопачена для того чтобы это сделать то есть если там тебе допустим не нравится стримфест и ты прям сильно горишь ну сядь организуй там свой фестиваль если ты не хочешь организовывать хочешь дать организаторам фидбэк успоко дай спокойный вежливый фидбэк а гореть но это же бессмысленно зачем это просто увеличение хаоса в нашем мире люди закроются скорее от твоей критики чем воспримут ее еще такой вопрос вот я обратила внимание что компьютерную компьютерной игровой да и индустрии и в киберспортивной когда появляется как это семейная читада и она занимается ну или хотя бы вторая половинка у человека появляется все происходит переходит более стабильное русло и тогда уже начинается какой-то рост вот и у нас как бы один пока один совсем один или нет или мы чего-то не знаем вот не думала таком что пора как бы остепениться пора себе жениться русла одиночество и гомосексуализм это все-таки девиз пека 2 тв который ну ладно ладно я на самом деле очень хотел бы чтобы моя супруга начала подключилась к работе над порталом но я думаю это произойдет когда это будет нужно то есть как-то ну давить втягивать человека мне кажется не стоит вот последнее что она сделала это например вот этот ролик на смерть портала там пластмассовый мир победила это она сделала его вот и то есть она как-то но нас эпизодически просто для себя иногда что-то делает там сама она кто по профессии она детский писатель вот здорово а вот почему у тебя такой хороший русский язык ну то есть ты пишешь без ошибок хорошо симпатичный лексик на самом деле язык она мне поправляет когда я напишу статьи какие-то вот я почувствовала где что где-то есть филолог около тебя понятно откуда я просто даже не знала не в курсе было что ты женат видишь вот не на столько я копаюсь в личной жизни других людей я еще хотела тебя спросить вот у тебя сейчас но страшно было перезапускаться вообще что пробовать что то новое потому что все таки уже как бы сколько лет было уделено проекту ска 2 тв и потом нужно было начинать с чистого леса суши последний раз уже нет в начале да но уже как-то устаешь там бояться чего-то и просто в какой-то момент плывешь по течению но веря в то что она тебя принесет куда нужно если конечно ты будешь ему помогать и закрывать глаза и расслабляться будешь сознательные усилия прилагать но при этом не идя на пролом куда-то не пытаясь себя поставить во главу всего у нас сейчас довольно много по порталу решений там принимает музея там другие ребята которые работают вот сейчас более взвешенное более мягкое развитие идет супер планов каких-то и так далее еще такой всегда мне вопрос интересовал вот вы с майкером два знатных тролля миша тоже вот с ним тяжело говорить он не понимаешь что ли он шутит то ли он тебя троллит и вот я до сих пор не могу понять вы хоть раз серьезно ссорились вообще это все было такое что-то напускное но отлично друг с другом нет я не думаю что мы хотя бы раз серьезно ссорились то есть но как бы на самом деле ты сам себе создаешь противников просто когда ты полмира видишь во врагах там начинаешь записывать какие-то то естественно люди начинают все хуже относиться когда ты меняешь свои отношения люди меняют свои отношения то есть но когда я расслабился и стал на других людей смотреть по-другому то и отношения с миши сразу начали налаживаться там с другими стримерами там которых я части встретил дэн рус там гитман и так далее то есть ссориться на мне из-за чего по сути и обвинять кого-то в чем-то там чек не так стримит не так развивает портал и так далее ты свободен развивай как ты хочешь иди в ту сторону какая тебе интересно зачем полный буддизм нам нужны такие венки сейчас из цветов по марки съесть и сидеть улыбаться друг другу вот кстати связи с этим вопрос в связи с добрым хорошим я как волонтер за защитник хочу у тебя спросить чем закончилась история с котиком помнишь там больной год отдали я развешал объявления нашлись хозяева такая пожилая супружеская пара они очень обрадовались они забрали все хорошо с ним все в порядке вот и тяжело тебя было давать нет ну как то я очень рад что он вернулся хозяевам и они старые да да старые и и они меня там поздравляли на новый год еще несколько лет писали то есть вот а представляешь позавчера я нашел еще одну кошку и думаю дома лежит киска и ну ощущение что она помирает из на улице холодно она лежит из-под нее что-то вытекает лужица ну то есть я думаю офигеть мы видим помирает думаю отнесу в подъезд к себе чтобы умерла там в теплоте вот там прочитаю над ней молитву может кошачьи какой-нибудь отнес она там отогрелся на видимо упала с балкона вот и у нее шок был час бегает у нее типа все в порядке так что если кому-то нужна кошечка черно-белая такая молодая и месяцев 5-6 то можете обращаться то что хозяева не отозвались я объявление развешал но никто не отозвался ты не останавливайся на достигнутом потому что это очень тоже хорошее дело я тебя в этом полностью поддерживаю вот тем более как всегда приятно общаться с коллегой которые с которым ты на одной волне в этом помощи животным вот в общем хочу пожелать успехов вашему проекту перезапуску это всегда тяжело я всегда как сказать сочувствую тем кому приходится ночевать с нуля и начинать с нуля и переживаю за них поэтому удачи вам и удачи тебе в твоем за защитном деле если что обращайся как к опытному коллеге и надеюсь тебе понравится стримфест потому что это мероприятие которые организуют мои друзья и я за них очень переживаю и в общем надеюсь что как бы тебе тоже он также понравится как нравится нам вот это заключение теперь как бы ребятам чатике но в чатике к видосу нет я думаю в комментариях что-нибудь напишут извини можно последний вопрос я говорю твои заключительные слова ребятам а гудгеймерам все я понял ребят но на самом деле на мой взгляд нам особо делить нечего где ты не стримил на каком портале ты не сидишь там не смотришь стримы это разницы ними всем нам нужен хороший интересный контент вот кстати грязь этой точки зрения турнир стримеров не марафона турнир стримеров был очень классной идеей вот так что я уже писал это я могу поучаствовать если мне даже саму захотелось там удачи вам в развитии приходите в гости мы к вам тоже на дачу возможно приедем вашу гудгеймерскую все будем дружить порталами спасибо